С 1 августа в Самаре запустят инвестиционный портал с историческими объектами, которые нужно отреставрировать. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на встрече с градозащитниками. Бизнесу представят первые 20 зданий, которые находятся на туристических маршрутах. Руководитель региона Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой города Еленой Лапушкиной. Обсудили благоустройство Самары. Губернатор предложил открыть новые фонтаны. Они станут точкой притяжения жителей города в летний сезон и позволят вдохнуть жизнь в общественное пространство. На этой неделе в Самаре специалисты проведут ремонтные работы с кратковременным отключением холодной воды. 2 июля водоснабжения не будет в домах на улицах Демократической, Соколова, Молодогвардейской, Полевой. В четверг холодную воду перекроют в домах на Никитинской, Огибалово. В пятницу на Каменогорской. Синоптики рассказали, какая погода будет в Самарской области в июле. Температура воздуха ожидается в границах 21-24 градуса. Это на 1,5 градуса выше средних многолетних значений. Количество осадков предполагается около нормы. С 1 июля в России начал действовать Единый реестр многодетных семей. Он позволит упростить процедуру взаимодействия с органами власти и структурами, которые предоставляют семьям преференции. Также реестр будет использоваться для мониторинга социально-экономического положения многодетных семей и контроля за реализацией мер поддержки. Пользователям смартфонов рассказали, каких действий следует избегать в жару. Нельзя оставлять телефон на солнце, так как это может привести к повреждению внутренних компонентов расслоению экрана. Не нужно охлаждать гаджет в холодильнике. Резкий перепад температур может вызвать конденсацию влаги. Важно убирать зарядное устройство в тень, закрывать все приложения и блокировать экран телефона. Эксперты рассказали, какие продукты необходимо добавить в рацион, чтобы улучшить работу головного мозга. Это орехи, зелень, морепродукты и ягоды. В них содержатся омега-3, жирные кислоты, группа витаминов В, фолиевая кислота. А вот трансжиры, фастфуд, майонез, маргарин и сахар лучше исключить.